МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги четверга, 7 марта, расскажут журналисты ЮИИ-ТВ. С вами Елена Вознесенская и в начале выпуска коротко о главном. Обстреляли медпункт. В травне Волнуганской области оккупанты вели огонь по жилому дому, где находился объект. 39 из 300 огласили окончательный список кандидатов в высший антикоррупционный суд. В 93 она проводит время за мольбертом или ноутбуком. Как осуществить мечту в любом возрасте в цикле материалов жить на полную? Полутора годовалый хоккеист, корреспонденты ЮИИ-ТВ стали свидетелями рекорда Украины. Бессрочный режим тишины. Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о перемирии с полуночи 8 марта. Сообщил представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук в эфире телеканала «Прямой». По его словам, договорились об этом по видеоконференции. Она длилась более 7 часов. Но гарантий со стороны России нет никаких, добавил Марчук. Трое защитников Украины ранены и шесть обстрелов со стороны боевиков. О ситуации на Донбассе с начала суток сообщили в пресс-центре объединенных сил. Украинские позиции вблизи крымского боевики накрыли огнем из минометов 82-го калибра. А в Травневом обстреляли медпункт. Там применили ручной противотанковый гранатомет. Окупанты вели огонь по жилому дому. В нем и находились медицинские и гуманитарные пункты. Двое украинских моряков скоро вернутся домой. Речь об Алексее Слепневе и Сергее Константинове сообщило в фейсбуке посольство Украины в Греции. С экипажа из судна Андромеда сняли все обвинения. Так решил Центральный суд города Перей. Экипаж корабля арестовали больше года назад. Обвинили в нелегальной перевозке взрывчатки. Операция не состоялась. Военнопленному Василию Сороке не прооперировали руку. Сделать это обещали еще два дня назад, сообщил адвокат украинца Сергей Бадамшин в фейсбуке. По его словам, у моряка только взяли анализы. Состояние его без изменения. Из-за перебитых сухожилий и нерва отек не спадает. Функции не восстанавливаются. Украинских моряков удерживают в Лефортовском СИЗО. Российский суд арестовал их до конца апреля. На суде все моряки назвали себя военнопленными. Три корабля военно-морских сил Украины российские силовики захватили 25 ноября в нейтральных водах Черного моря. В плену оказались 24 моряка. Их арестовали в иннексированном Крыму, а затем незаконно вывезли в Россию. Современные турецкие беспилотники уже в Украине. Называются они Bayraktar TB2. Эти тактические дроны могут на протяжении 12 часов вести наблюдения и с высокой точностью поражать цели. Сообщил президент Петр Порошенко в фейсбуке. По его словам, это часть программы партнерства Украины и стран-членов НАТО. Следующий шаг – создание в Запорожье украинско-турецкого предприятия. На нем будут делать комплектующие для беспилотников. Защитить Центральную избирательную комиссию от российских кибератак. Еврокомиссия провела учения для Службы безопасности Украины. Цель – не допустить влияние Кремля на ход избирательного процесса, рассказал замглавы СБУ Олег Фролов. По его словам, учения провели после того, как зафиксировали масштабную атаку России на инфраструктуру и сайт комиссии. 31 марта в Украине состоятся выборы президента. В условиях ведения России гибридной войны против Украины прежде всего путем постоянных кибератак в отношении объектов инфраструктуры. Мы ожидаем, что Россия будет пытаться повлиять на проведение в Украине выборов президента в этом году. Прежде всего путем несанкционированного вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии. 39 кандидатов в Высший антикоррупционный суд объявила Высшая квалификационная комиссия. Почти половина из них никогда не работали судьями. Списки для утверждения передали в Высший совет правосудия. Он вынесет решение после собеседования с кандидатами. Последним одобрить назначение судей должен президент Украины. Если он подпишет кандидатуры до конца марта, суд заработает в июне. Документы на участие в конкурсе подали более 300 человек. Впервые в отборе судей участвовали международные эксперты из Дании, Литвы, Англии и Шотландии. Они изучили более 40 тысяч страниц досье кандидатов. Вчера документы от нас молниеносно ушли в Высший совет правосудия. У них есть определенное время, меньше 10 дней у них точно не может быть. Потом документы будут переданы президенту на подпись. Нам кажется, что президент захочет выдать указ до голосования в первом туре. Очевидно, уже не вызывает сомнений, что есть политическая воля на создание этого суда. И вы видите не только материальное обеспечение этого вопроса. Этот суд уже зарегистрирован. Есть уже временно исполняющие обязанности руководителя аппарата этого суда. Высшая квалификационная комиссия судей также объявила о завершении конкурса в Верховный суд Украины. Его выиграли 78 судей. Они займут вакансии в касационном, хозяйственном, гражданском, уголовном и административном судах. Списки с их именами также должен утвердить Высший совет правосудия. Крым за занавесом путеводитель по зоне оккупации. В издании Центра исследования безопасности среды приводятся доказательства участия российских военных в силовом захвате Крыма. Книгу распространяют бесплатно среди иностранной аудитории. Она напечатана на украинском, русском, английском, турецком и немецком языках. Книги использовали данные Международного расследовательского сообщества InformNapal. Это не только информация, это эмоциональная и личная история. Мы не можем победить российскую агрессию только политическими методами. Нам нужно говорить о том, что стоит за нашей борьбой. Без эмоций это все не работает. Эта книга объединяет информацию и эмоцию. Не просто место для хранения экспонатов, а место для общения. Чтением произведения оживляют музеи в Луганской области. Такой проект уже прошел в 10 населенных пунктах. В нем приняла участие львовская писательница Виктория Амелина. Она посетила экспозиционные залы и прочла там свои произведения. С Крайнего Запада на Крайний Восток приехала показать. Украина единая. Как это было, смотрите далее. В Новоайдарском краеведческом музее Виктория впервые. Он девятый из десяти запланированных в Луганской области, где она читает свои произведения. В лавке закрыты окна. Генрих считает, что сырость и ветер вредят древностям. Поэтому прошлое заносят и заносят в середину, а сбежать ему некуда. Это отрывок из книги «Дом для дома». Его герои – антикварные вещи, пережившие своих хозяев. Виктория выбрала его не случайно, ведь в музее тоже все экспонаты старинные. Захотели организовать такие чтения в музеях, потому что важно их оживлять, чтобы это было не просто местом, где хранятся экспонаты, а местом для общения. Но больше всего, говорит писательница, ее поразили музеи на линии разграничения. Музей в станице Луганской. Туда попадали снаряды. И все равно музейщики продолжали ходить на работу. Сейчас у них прямо из окна видно то, что они называют той стороной, так называемой ЛНР. И сейчас эти музеи в опасности. Несмотря на близость войны, люди здесь готовы читать и воспринимать новую украинскую литературу. Хочется заглянуть, так сказать, туда вовнутрь и посмотреть, чем живет такой человек, что у этого человека творится там в голове, но особенно людей творческих. Автор молодая и вдохновенная, перспективная. Я надеюсь, что у нее будет еще много-много романов. И мы увидимся. Разумеется, что мне захотелось почитать. После тура по Луганской области Виктория Амелина вернется во Львов. Но обещает, что уже в апреле приедет на Донбасс снова. На сей раз знакомит со своими произведениями жителей Донецкой области. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Германия продолжит поддерживать самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Так заявили в Министерстве иностранных дел страны. Их посла Даниэля Кринера объявили персоной Нонграта. Причина – вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. Кринер был среди дипломатов, которые в понедельник встречали Гуайдо в аэропорту Каракаса. Оппозиционера готовились арестовать. Решение правительства Венесуэлы или, скорее, режима Мадуро объявить Кринера персоной Нонграта для нас совершенно непонятно и неприемливо. Он приедет в Германию, и в субботу мы обсудим с ним ситуацию. Я верю, что присутствие нескольких дипломатов помогло избежать ареста Гуайдо в аэропорту. Я позвоню Кринеру, чтобы лично его поблагодарить. Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы 23 января на фоне масштабных антиправительственных протестов. Люди требовали отставки действующего президента Николаса Мадуро. Народ и оппозиция обвиняют его в коррупции и глубоком экономическом кризисе. Гуайдо поддерживают Соединенные Штаты, Евросоюз, Канада и ряд других государств. Россия, Китай, Турция поддерживают режим Мадуро. Facebook, Instagram и WhatsApp не будут хранить данные в странах, нарушающих права человека. Это позволит увеличить безопасность пользователей и защитит переписку от взломов. Об этом написал основатель Facebook Марк Цукерберг в блоге компании. По его словам, нововведение может привести к блокировкам и ограничениям в некоторых странах. Однако они необходимы, отметил Цукерберг. В январе Facebook удалил около полутысячи российских групп и аккаунтов, распространяющих в том числе фейки об Украине. Большинство страниц были связаны с сотрудниками агентства «Спутник». Больше полувека она посвятила науке. В 78 начала рисовать. Профессор Галина Коваль в свои 93 проводит время за мольбертом или ноутбуком. Готовит к изданию книгу по рентгенологии. Героиня цикла «Жить на полную» даже не мечтала быть доктором, а стала одним из лучших диагностов. Свою вдохновляющую историю она рассказала Евгении Бурде. В разрез стереотипам о долголетии Галина Коваль выпивает за день несколько чашек кофе и любит жареную картошку. Говорит, у нее нет особых секретов молодости. Разве что йога время от времени. Эти упражнения и сейчас иногда делаю, если не забываю. Галина Коваль – профессор. 53 года посвятила исследованиям в Национальной медицинской академии после дипломного образования. Я не мечтала стать лекарем абсолютно. Я не мечтала стать врачом абсолютно. Отец был врачом и настоял, чтобы я поступала в мединститут. После первого курса я упросила маму перевести меня на архитектурный, но отец вернул мои документы обратно. И так я стала врачом. К изучению рентгенологической анатомии подтолкнула врачебная ошибка в юности. После того, как поставила неправильный диагноз, Галина решила детально разобраться в строении скелета человека. Впоследствии написала учебник. Лицо человека не было описано научно. И мы с ассистентом кафедры разрабатывали каждую косточку, делали рентгенограммы, рассматривали и создали с нуля этот раздел рентгенанатомии. В своей следующей книге Галина показывает, как изменились исследования с появлением ультразвука, компьютерной и магнитно-резонансной томографией. Вот видите, то, чего у нас не было. Все разрезы головного мозга. Или вот глаз. Что мы видели? Мы ничего не видели. А теперь хрусталики, оболочку, мышцы. Всё это видно. Сейчас профессор работает над четырёхтомным научным изданием. Описывает современные алгоритмы диагностики, анализирует снимки. Она распознаёт самую сложную патологию, и коллеги часто обращаются за консультациями. Это спортсмен. Из-за нагрузок произошли такие изменения и не могли определить, что это такое. Отдавая почти всё своё время рентгенологии, Галина не забывала о любимом занятии детства – рисовании. Это её иллюстрации в учебнике. А когда ей было 78, попробовала живопись акрилом. За год до этого умер мой муж. Мне было очень тоскливо. Заполнить эту пустоту, эту рану мне помогало рисование. Я тогда очень много рисовала. И дарила всем, кто хотел и кто не хотел. На её картинах – пейзажи, цветы, птицы. Основы композиции, смешение цветов и нанесение красок Галина изучала самостоятельно. Не задумываю заранее. Аистов стала рисовать. Какой выбрать фон? Захотела, чтобы они встречали рассвет. Не знаю, удастся ли мне показать, что солнце встаёт, а не садится. За свою жизнь Галина Коваль перенесла несколько тяжёлых болезней, операций и даже клиническую смерть. И, как сама говорит, не думала, что столько проживёт, но никогда не сдавалась. У меня никогда не было такого, чтобы я опускала руки, отчаивалась, если какие-то трудности. Наоборот, у меня появлялось какое-то сопротивление. Желание всё это перебороть, сделать по-другому, одержать верх. В 93 у неё много планов на будущее. Творческих, научных, семейных. Собирается в Нидерланды проведать дочь. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Три новых звезды появились на площади звёзд в Киеве. Они посвящены украинским спортсменкам Ларисе Соловьёвой, многократной чемпионке всемирных игр по пауэрлифтингу, Юлии Левченко, серебряной призёрке чемпионата мира по лёгкой атлетике и самой юной чемпионке мира по дзюдо Дарьи Беладид. Свой титул она выиграла в 18. Мне очень приятно, что уже моё имя записано на этой площади в городе Киеве. И для меня это большая честь. Главная цель – это олимпийское золото. Мотивирует меня моя мечта. Это олимпийская мечта, к которой я иду. Но это моя главная мотивация в спорте. Полуторагодовалый рекордсмен Лев Ткаченко стал самым юным украинцем, стоящим на коньках и владеющим минимальными навыками работы с клюшкой. Коньки заказывали в Америке, а клюшку мастерил дед. За умениями маленького спортсмена наблюдала и съёмочная группа ЮЭй ТВ. Миниатюрные коньки, наколенники и шлем на Лёву одевает мама. На льду разминает дедушка, а старший брат и папа – группа поддержки. Рекордсмен капризничает. Режутся зубки, да и к чрезмерному вниманию не привык. Чисто психологический ребёнок, конечно, немного разволновался. Мы ждём, пока наш рекордсмен войдёт в физическое и моральное состояние и будем регистрировать рекорд. Всему, что Лев демонстрирует перед камерами, научился у шестилетнего брата Олега. Тот занимается хоккеем, теперь братья-спарринг-партнёры. Я больше люблю играть с Лёвой. И ещё дедушка меня тренирует. Впервые Лев одел коньки в один год, пять месяцев и три дня. Родители видео с ним выложили в интернет. Оказалось, что младше его хоккеистов в Украине нет. Во всём остальном Лев не отличается от остальных детей. Любит на ролоцикле кататься, на машинке детской кататься. Любит бейблейдами играться, конструкторами, шахматы у старшего тянет. Ну, игрушки, всё, что видит. Мяч, гуцая тоже, когда попадётся, сразу под ноги. Футбольные навыки. Необходимую дистанцию маленький рекордсмен преодолел. Зрители подбадривали, как могли. Заманивали печеньем и фруктами. Получилось. Своё имя в Книгу рекордов Украины. Лёва вписал. Лев Ткаченко. Один год и шесть месяцев. Мы поздравляем самого маленького ребёнка в Украине, который катается на коньках. Рекорд Украины установлен. Родители гордятся своим сыном, но хоккейное будущее ему пока не пророчат. Кем стать, говорят, сам решит, когда вырастет. Олег Шумейко, Максим Градобек, ЮЭй ТиВ. Торт и мороженое, шоколад и технологии по приготовлению выпечки. В Анкаре открылась выставка, где можно не только узнать новинки из мира пищевой промышленности, но и сразу же попробовать изделия на вкус. На открытии побывали корреспонденты ЮЭй ТиВи. Запах выпечки, килограммы шоколадных конфет и десятки машин, изготавливающих лакомства. В Анкаре профессиональные пекари и кондитеры хвастаются своими шедеврами и знакомятся с современными технологиями. А еще ищут новых партнеров и изучают работы конкурентов. Выставки – это платформа, где различные марки и фирмы соревнуются между собой. Здесь мы можем рассказать о своей продукции на национальном и на международном уровнях, узнать о производстве и экспорте. Выставка сладостей растянулась на 10 тысяч квадратных метров. Каждая секция удивляет по-своему. Пока одни пробуют на вкус шоколад и конфеты, изготовленные по уникальным рецептам. Другие разглядывают машину с мини-конвейером, которая за считанные минуты лепит много сладкого печенья. Айденур занимается производством шоколада около года. Открыла несколько собственных магазинов на Кипре, но все еще считает себя новичком в этой сфере. Поэтому подобное мероприятие старается не пропускать. Мне нужно быть в курсе новшеств, видов производства, презентации разных марок. Только что попробовала апельсиновый шоколад, мне очень понравился. В нем апельсиновая начинка. Это на 100% натуральный продукт, можно полностью прочувствовать вкус. За новыми идеями и технологиями на выставку приехала и украинка Юлия. У нее своя кондитерская в Стамбуле. Я собираю контакты, знакомлюсь с производителями, знакомлюсь с товарами, потому что только здесь можно увидеть в одном месте все машины, все тенденции, прям на месте все сравнить. На выставке собирается много любителей сладкого. Здесь им дают волю и в количестве съеденного не ограничивают. Выставка продлится до 10 марта. Организаторы ожидают, к этому времени ее посетит около 20 тысяч гостей. На наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uetv.ua вы найдете актуальную информацию о важных событиях в Украине и мире. Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UETV. Субтитры создавал DimaTorzok